Долго готовились к этому матчу, ждали уже, ну-ка, на дерби, когда настанет Московск. Ну, все до игры поговорили друг с другом и вышли, победили. Эмоции только положительные, как хотелось, все так и получалось в игре практически. Держали в голове матч первого круга, неудачный для нас? Нет, мы стараемся, ну, сразу проигрышный матч так больше не вспоминать, сразу на другой матч перестараемся, поэтому спокойно. Допустили такую эмоционально тяжелую концовку, хотя, мне кажется, могли не допускать. Это ложка дегтя? Да, я не знаю, чего нам не хватило, возможно, в физике, возможно, где-то морально чуть было сложно, как бы то, что ввели, а тут они два быстрых забили, плюс они еще понеслись. Ну да, так было трудно, могли не допускать этого, конечно. Ты не обмолвился о своих личных успехах, все-таки хитрик? Ну, хитрик приятно забить, спасибо партнерам, что помогли мне. Ваня Галанин, второй, я не помню, там вроде рикошет, то ли Бара давал, а третий Денис Никитин покатил, спасибо им, помогли мне забить, все-таки все вместе забивали. Следишь за гонкой бомбардиров, хотя это уже не гонка, ты очень серьезно лидируешь. Ну, я слежу, только я слежу как бы не за нашей гонкой, а в общем. Я знаю, что вроде как в первенстве больше всего забивали 22 мяча за один сезон, и поэтому я хочу именно это перегнать. А так между собой, так между... Нет, не слежу. В составе ЦСКА в основе вышел Чалов, тот человек, который сыграл на юношеском чемпионате мира в Чили, куда тебя не взяли. Была какая-то именно дуэль с ним? Нет, вы, наверное, сами сейчас все увидели. Тут дуэли как сборную не вызвали, а тут три забиваю. Ну, так вот у нас не берут, понимаете. Я-то не могу, я уже показываю, выхожу в свою игру. Там уже не от меня зависит. Редактор субтитров А.Семкин